Доброго времени суток, уважаемые гости этой передачи! Я, доктор Светлана, практикующий врач высшей категории, приветствую вас на канале «Совсем другая медицина», цель создания которого – показать дополнительные возможности улучшения здоровья, используя знания альтернативной медицины – аюрведы, гомеопатии, ароматерапии, йоги, китайской медицины. Доступно и простыми словами. В передаче о медитации говорилось, что согласно аюрведе истинное исцеление происходит только при регулярном погружении человека хотя бы на 10 минут в день в состояние настоящей медитации, когда полностью останавливается поток мыслей и что такая медитация происходит только тогда, когда пробуждается наша духовная энергия кундалини. В организме человека она присутствует в форме энергетических нитей, переплетенных между собой как канат. И как вы думаете, какое количество таких нитей она содержит? 3, 30, 300 или еще больше? На самом деле их количество составляет 21 в степени 108. Ну, кого хорошо с математикой, может сосчитать, и я буду благодарна, если вы напишите мне эту цифру в отзывах. Описывая кундалини, великие праведники, стоявшие у истоков мировых религиозных движений, в аллегорической форме дают нам откровение о вечной женской силе, которая ведет нас по пути к Богу. Это Дао у Олао Цзи, шехина в еврейской мистике, святой дух Нового Завета. В Китае богиня Куань-Инь изображена изливающий поток амброзии на дракона, и это еще один символ кундалини. А в исламской традиции ее изображением является кобылица Аль-Бюрак с женским лицом, которая переправляет пророка Мухаммеда к трону Аллаха. Интересная аллегория, не правда ли? И как раз по нашей теме. Эта энергия имеет духовную структуру и располагается в треугольной копчиковой косточке у основания позвоночника, которую древние греки не зря называли «ос сакрум». И врачи знают, что в переводе с латинского это означает «священная кость». Видимо, эллины догадывались, что это самая сакральная часть нашего тела. Кундалини попадает в тело плода человека примерно в три месяца его внутриутробной жизни, образует там систему энергетических центров и каналов, затем оседает в этой копчиковой косточке и спит, свернувшись в три с половиной оборота, как змейка. Кстати, поэтому в переводе санскрита кундалини и означает «виток» или «свернутая в спираль». Интересно, уж не поэтому ли спираль – это один из глубочайших символов жизни во Вселенной? Гьянешвара, великий святой, живший в Индии в XIII веке и оказавший самое глубокое влияние на историю духовности этой страны, так описывал в кундалини. Она маленькая и свернутая сама в себе в три с половиной оборота. Она похожа на змейку, глава которой обращена к низу. Она кольцо молнии, букет пламени, колонна из тонкого золота. Кстати, эта сила и впрямь имеет золотой цвет и недаром зовется в Индии «золотой богиней». В разных древних культурах и религиях эта сакральная энергия носила разные названия, но символы витка, спирали или свернутой в клубок змеи отражали знания древних о ней по всему миру. На этой фотографии кундалини таким образом изображалась на керамике трипольской культуры на территории нынешней Молдавии и Украины много тысяч лет назад до нашей эры. Обратите внимание, что спирали-то здесь свернуты в три с половиной оборота. А вот что найдено петрографами на каменных руинах в Мексике. Да и вообще, камни с подобными изображениями находятся по всему миру. И из них самый, пожалуй, знаменитый камень Нью-Грейндж, найденный в Ирландии и датируемый двумя с половиной тысячами лет до нашей эры. А здесь вы видите, как в храме богини Мацу в Тайване дракон держит не что иное, как священную спираль. А обратите-ка внимание вот на эту фотографию, где она изображена перед храмовой часовней Тамплиэра, построенной в 12 веке. Дорогие слушатели, когда такой символ стоит перед входом в храм, не означает ли он, что путь к богу идет через кундалини? На западе о кундалини знали меньше, но все же и там можно найти вот такие ее символы. Здесь скульптура Марии 15 века на территории Италии и, как видим, в руке она держит священную спираль. Но вернемся к нашей главной теме и попробуем разобраться, почему же кундалини – это путь к здоровью. И здесь необходимо кратко упомянуть о строении нашего тонкого энергетического тела, а именно об уже известных многим чакрах и каналах. Слово «чакра» в переводе с санскрита означает колесо, и эти невидимые глазу энергетические колесики вращаются в горизонтальной плоскости и как бы нанизаны на позвоночный столб. Они являются источниками энергии, которые питают в нашем теле нервные сплетения, управляющие работой тех органов, которые расположены в их ведении. Так, первый центр соответствует тазовому нервному сплетению и снабжает энергией органы, расположенные в этой области. А, например, третий центр обеспечивает жизнедеятельность солнечного сплетения и отвечает за работу желудка или печени и так далее. Считается, что основных чакр семь, причем каждое колесико имеет определенный цвет по спектру семи цветов радуги, звук, соответствующий одному из семи звуков музыкальной гаммы, а также различное количество лепестков. И оказывается, что в нашем теле столько нервных сплетений и подсплетений, сколько чакр и их лепестков. Недаром, кстати, они описываются в традиционной индийской поэзии, подобные лотосам. Думаю, нам стоит знать и то, что каждая из пяти первых чакр соответствует один из пяти основных элементов природы в нас. Мы помним, что это эфир, вода, земля, огонь и воздух. И как раз это является базисом аюроведической медицины, которая объединяет в себе опыт и знания мудрецов, заложивших традиции этого учения задолго до египетских пирамид. И аюроведа основана на соотношении этих элементов в теле человека. Об этом вы можете посмотреть в ролике по ссылке в описании. Суть-то в том, дорогие слушатели, что изначально поломки происходят в этих чакрах, а затем, через какое-то время, проявляются уже и в нашем физическом теле в виде недугов. И в связи с этим самым интересным из всей информации о чакрах, пожалуй, окажется следующее. И об этом-то, дорогие слушатели, многие из вас, думаю, даже не догадываются. Дело в том, что каждый энергетический центр имеет проекции в нашем физическом теле. И в частности, каждой чакре соответствует определенный палец на наших ладонях и стопах. Например, работа сердечного центра отражается на мизинцах, рук и ног, а шестого центра агии чакры на безымянных пальцах. И когда происходит какое-то неблагополучие в этой чакре, сигнал поступает к органам проекциям. И человек может почувствовать это на своих пальцах еще задолго до того, как болезнь выходит на физический план. Представляете, дорогие слушатели, мы, оказывается, можем проводить профилактическую диагностику себе сами. И поверьте, что такого совершенного диагностического инструмента никакая современная медицина еще не придумала. И это способен делать каждый из нас, но при определенных условиях. И об этом я сегодня расскажу чуть позднее. Дорогие гости этой передачи, тема каналов и чакр очень обширна, поэтому о каждой из них, о болезнях, которые возникают из-за их повреждения, а самое главное, как избежать или уже лечить эти поломки в чакрах, я подробно буду еще говорить на этом канале, и каждому центру будет посвящена отдельная передача. А пока я представляю вам строение тонкого тела только схематично, чтобы доступнее раскрыть основную сегодняшнюю тему кундалини и ее роль в восстановлении нашего здоровья. Правда, не удержусь. И по пути все-таки предвосхищу ваш вопрос о том, что же, однако, вызывает поломки и блокировки в наших чакрах. Оказывается, каждый центр управляется определенными космическими законами. Проще говоря, каждая чакра отвечает за проявление конкретных морально-этических качеств в нас. И когда мы, вольно или невольно, нарушаем эти законы, то это и приводит к сбою работы наших колесиков. Так, первый центр отвечает за чистоту и детскую невинность в нас, второй – за творчество и эстетическое чувство, третий центр блокируется гневом, неудовлетворенностью и скаридностью, а пятый, например, чувством вины и так далее. Заканчивая краткий экскурс по чакрам, добавлю только, что когда мы говорим о так называемом энергетическом теле человека, то подразумеваем существование его как квантовой механической структуры. И немало ученых-физиков уже начинают говорить о том, что самая суть нашей природы находится на квантовом уровне, гораздо глубже, чем атомы и молекулы. И если кого-то интересуют подробности такого плана, из того, с чем я знакома, могу посоветовать популярную книгу известного российского ученого-физика-академика Шипова под названием «Теория физического вакуума. Философия и метанаука. Научная и духовная мысль». Эта книга посвящена описанию той грани, за которой возникают новые представления, совершенно неожиданные и непривычные, и они показывают скрытую связь достижений восточной философии и медицины с развитием современных научных представлений. И если современная наука только подходит к открытию этой грани, то Аюрведа уже несколько тысяч лет учит, что человеческое тело изначально-то имеет форму невидимых, но интенсивных колебаний, в переводе на современный язык физики квантовых флюктуаций, которые затем превращаются в импульсные энергии и материальные частицы. То есть уже несколько тысяч лет назад древние мудрецы знали, что первично-то все процессы в нашем теле, в том числе и болезни, зарождаются в тонких энергетических структурах организма и только затем появляются в материальных элементах нашего тела, о чем мы недавно и говорили. Вот так-то, дорогие мои слушатели. Ну а теперь, возвращаясь к теме кундалини, нам и становится понятно, каким же образом она связана с нашим здоровьем. Все просто. Поднимаясь вдоль позвоночника из копчиковой косточки вверх, она пронизывает все чакры, заставляя их вращаться в соответствии с космическими, божественными ритмами. Этим она нежно и осторожно очищает наши колесики, вымывает все блоки и восстанавливает энергетические поломки. Потому что с древнейших времен известно, что кундалини, эта невидимая живая сила, является на самом-то деле собственной божественной матерью, каждому человеку отдельно и только ему. Она знает все о своем ребенке, ее внимание обращено только на него. Кундалини известно все, что мы делаем, чувствуем и мыслим, и все это записывается в ней, как на кинопленку, или, говоря более современным языком, как на жесткий диск. Эта золотая богиня имеет способность мыслить и принимать решения, и этот аспект бога в человеке представляет собой первозданную, преобразовывающую силу, которая исцеляет. При этом она дарит нам не только физическое здоровье, но и, просвещая наши центры, вскрывает все наилучшие божественные качества, подаренные каждому человеку при рождении. После ее пробуждения открываются и творческие способности, и уходят многие отрицательные качества, вредные привычки и так далее. Человек поразительно быстро меняется в личностном и в духовном плане, потому что кундалини – это чистая, питающая любовь. Уважаемые гости этой передачи! Цитаты, питетов, метафор, сравнение, аллегории и других средств языковой выразительности, описывающих кундалини столько, что при всем моем желании их было бы невозможно поместить в рамках нашей сегодняшней передачи, основная цель которой – все-таки объяснить, а каким же образом мы можем получить этот дар, эту способность пробудить свою кундалини. И не просто пробудить, а поддерживать ее в бодрствующем состоянии постоянно, потому что эта золотая сила может исцелять наши энергетические центры только тогда, когда она не спит. И здесь, дорогие мои слушатели, возможно, мне придется попросить вас несколько напрячь внимание, потому что, как бы я ни пыталась излагать информацию простыми словами, если пока до этого вы особо не погружались в такую тему, то она может не показаться вам простой. Но, как говорится, чем бы истина ни была, она, по сути, такая, какая есть в себе и сама по себе, независимо от нашей способности ее понимать. В передаче о медитации, которую вы можете посмотреть по ссылке в описании, уже говорилось, что знание и умение пробудить эту энергию в нас давались единицам людей, которые или упорным трудом, осваивая ступени йоги по танжале, или путем другого вида аскез и молитв, получали это как дар свыше. Там же говорилось о том, что в современную эпоху человечество достигло такого уровня эволюции, когда наступило время массового пробуждения кундалини у каждого человека. Поэтому через великого духовного учителя современности Шиматаджа Нирмала Деви для всех людей был подарен свыше практический метод как пробуждения этой духовной силы, так и умение работать со своими тонкими центрами для укрепления здоровья. И, наверное, кто-то из вас уже знаком с этим методом, который называется Сахаджа-йога. Сахаджа в переводе санскрита означает врожденный, а слово йога во все времена подразумевало союз с Богом. То есть это практика, позволяющая получить этот союз, данный нам по праву от рождения. И дело-то в том, что дать нам этот союз может как раз только энергия кундалини, которое, постепенно раскручивая свои золотые кольца и поднимаясь из копчиковой косточки до макушки головы, как бы разбивает энергетическую скорлупку, в которую заключено наше тело, и открывает седьмой центр под названием Сахасрара. В переводе санскрита – тысячелепестковый лотос. И вот когда она проходит этот центр, мы и получаем ту долгожданную связь с Абсолютом или всепроникающей энергией космической любви, как называют это индейцы. И этот процесс называется самореализацией, дословно рождением своего духа, потому что открывает новое измерение под названием Божественная природа человека. И это есть истинный смысл духовного крещения. Для христианина она соответствует второму рождению, о котором говорил Христос. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть в Царстве Божие. Этот образ мы встречаем также и в Индии. Реализованное существо называют тамдвиджа, что в переводе санскрита означает «дважды рожденный». То есть сначала человек рождается как тело, а после пробуждения кундалини – как духовное существо. А теперь, дорогие гости этой передачи, давайте спустимся все же на Землю и зададим такой вполне ожидаемый для нашего пытливого западного ума вопрос. А для чего же нам так нужна эта связь и какое отношение она имеет к нашему здоровью? Ну, во-первых, только после открытия седьмого центра на макушке головы мы можем начинать чувствовать вибрации или, образно говоря, дыхание нашей кундалини на своих пальцах и ладонях и начинать проводить ту самую диагностику состояния наших чакр. Если появляется прохладный ветерок на пальцах, то на настоящий момент наши колесики в порядке и мы пока можем не беспокоиться о том, что органы, за которые они отвечают, получат болезнь. Но вот если же ощущения на каком-то из пальцев другого характера, например, теплые, покалывающие, то нам нужно быть настороже в отношении тех органов, которые находятся в ведении пораженной чакры. Думаю, не менее интересным вам покажется и тот факт, что когда наши руки могут служить такими волшебными антеннами не только для наших личных центров, но и для чакр других людей и мы можем проводить диагностику и им тоже. И что не менее любопытно, благодаря возможности чувствовать вибрации кундалини на ладонях, мы всегда можем понять, насколько информация, которую мы получаем или ситуация, в которую попадаем, благотворна для нас. Ветерок на ладонях ментолово-прохладный – хорошо, а вот если теплый или даже горячий – что-то не так. Кстати, в Коране говорится, что настанет время и заговорят наши руки. Не об этом ли процессе там идет речь? Во-вторых, только после того, как наша любящая мать кундалини пробьет энергетическую скорлупку на макушке головы, человек получает способность не только чувствовать вибрации, но и лечить с их помощью самого себя. И для этого в практике сахаджи-йоги предусмотрено немало интересных и при этом простых методов. В-третьих, мы получаем способность находиться в настоящей медитации, когда кундалини останавливает наши мысли, и мы окунаемся в тишину и блаженство. И именно в этом состоянии, как учит Аюрведа, и начинается процесс самореаль исцеления. В-четвертых, мы получаем раскрытие божественных качеств в каждой нашей чакре, когда все лучшее, подаренное нам природой, начинает реализовываться в нашей личности и жизни, меняя все не просто к лучшему в нашем человеческом понимании, но и делая нас совершенно новой личностью. В-пятых, и об этом, дорогие слушатели, еще не упоминалось в этой передаче. Мы получаем в дар не только собственную самореализацию, но и силу давать ее к другим. И в этом-то и состоит один из главных секретов сахаджа йоги, заключающийся в том, что если у человека пробудилась и установилась в активном состоянии его кундалини, он получает способность пробудить ее и у других людей, подобно тому, как от одной свечки можно зажечь многие. Ну а в-шестых, именно обретя связь с Богом, мы начинаем получать от него божественные благословения, защиту, его внимание и поддержку, наконец. Наверное, можно было бы продолжать искать и другие выгоды самореализации, но, дорогие гости этой передачи, попытка разложить по полочкам все блага, которые дает нам установление связи с Богом, наверное, все-таки была большой смелостью с моей стороны. Ведь эта связь есть цель всех духовных исканий во все времена. И как учит основательница сахаджа йоги, госпожа Нирмала Шивастава, ведь вибрации божественной любви являются вашим неотъемлемым правом потому, что они делают возможной кульминацию человеческой эволюции, как обещано в Писании. Этот опыт самореализации был описан святыми всех религиозных традиций. Первыми патриархами Дзе, в исламе это персидские поэты суфии 7-8 веков Руми и Аттар, в Индии это Намадева и Тукарама, в христианстве это святой Франциск Осиский Йоганн Экхард, средневековый немецкий теолог и Данте. И, кстати, языки пламени над головами святых, которые мы можем видеть на картинах тех давних времен и означают обретение ими самореализации. Об этом же, кстати, свидетельствует и белый голубь над головами святых дев, как символ Святого Духа, дающего связь с Творцом. Возможно, вам интересно будет узнать, почему именно голубь выбран символом второго рождения. А потому, что это единственная чисто белая птица, полет которой строго вертикален, как и у Кундалини. Опыт реализации истинного Я был описан также и известными учеными, такими как Блес Паскаль, Альберт Эйнштейн и Карл Юнг. Шриматаджи часто спрашивала, можете ли вы представить себе энергию, которая думает, организует, любит и понимает? Ответ, вероятно, будет нет. Но зато мы можем почувствовать ее живое присутствие в своем теле и понять, что это в наших силах позволить Кундалини действовать, чтобы она выполнила наше волшебное возрождение. И сейчас я предлагаю на пару минут окунуться в мудрость великого гуру современности и послушать, что говорит о Кундалини, сама основательница Сахаджа-йоги. 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 Сахи-йоги. Иссахаджа-йоги. Особенно the heat is sometimes little bit generated in some people. Supposing you are a liver patient, then you might feel a little heat in your hand, that's all. But this Kundalini you all have got it, and it is the pure desire within you. You know in economics it's a law that in general wants are not satiable. We want today a house, tomorrow a car, и завтра утром великоптер, и так далее, и так далее. Когда мы не имеем это, мы боремся с этим, а когда мы имеем это, мы не рады. Но это честное желание, что нужно быть с этой вселенной силой Бога. Мы даже не думаем, что есть такой силой. Мы ее берем для предыдущего. Бога может запустить мотор вашего автомобиля. Она может даже отремонтировать его в случае необходимости. Но это вам предстоит вести его, нажимать на тормоза и акселератор. Вы должны научиться делать это. А тем, кто занимается духовными упражнениями, не испытав сначала самореализации, она просто говорит, как это вести неподвижный автомобиль. Сначала включите зажигание, и автомобиль начнет двигаться без каких бы то ни было усилий. Дорогие гости этой передачи! Все практические рекомендации про пробуждение вашей кундалини вы можете получить на указанных в описании сайтах. Процесс получения самореализации довольно прост. От вас понадобится только искренне этого захотеть. На этом канале мы еще будем изучать много разных практических методик по очищению нашего энергетического тела. А на сегодня я с вами прощаюсь, дорогие гости этого выпуска. И искренне надеюсь, что информация была для вас полезной. До новых встреч на канале «Совсем Другая Медицина». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Всего самого доброго! Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...